Дмитрий Гущин за пять лет игры в любительском хоккее сменил несколько команд. Начинал в клубе «Космический аллигатор» и сейчас играет за 141-ю школу. Подростки решили попробовать свои силы в популярном турнире среди дворовых команд «Золотая шайба». Надеются выиграть не только районы, отборочный этап, но и городские соревнования. Играть будет сложно, так как всего лишь одна пятерка и два человека на замену. Естественно, всю игру надо будет беречь силы. Я думаю, мы справимся и выиграем. Команда «Медведи», который год пытается пробиться через ситоотбора районного масштаба на городские соревнования «Золотая шайба». Но пока не везет. Хоккеисты терпят одни поражения. И это не мудрено. «Медведи» привыкли играть не в канадский хоккей с шайбой, а в русский с мячом. А это два абсолютно разных вида спорта, рассказывает тренер Максим Пахомов, мастер спорта, чемпион России. «Шайба» – это для детей небольшой турнир. Пусть почувствуют разницу между мячом и шайбой. Выигрывать в любом виде спорта приятно. Согласен, если мы выиграем, это хорошо. Но наша задача – где-то какие-то наработки доработать, покататься, поиграть, получить удовольствие. В отборочный турнир «Золотая шайба» в промышленном районе проходит уже пятый год. Начинали с четырех команд. Сейчас за путевку на городские соревнования сражаются семь спортивных коллективов в двух возрастных категориях – мальчишкам от 11 до 14 лет. Такой скачок популярности хоккея и шайбы в районе связан со строительством спортивных площадок и работой тренеров по месту жительства, уверены организаторы турнира. Не зря наша команда «Союз» в прошлом году заняла первое место на городском этапе «Золотая шайба». Также победила на областном этапе и представляла нашу Самару в городе Сочи на федеральном этапе. Будем стараться, чтобы количество хоккейных команд у нас росло. Турнир «Золотая шайба» в промышленном районе в самом разгаре. Явный лидер пока не просматривается. Все решится в заключительный день соревнований. Победитель продолжит играть уже в городском турнире в январе 2021 года. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.